Тема дня продолжает эфир Кубань-24. Я Анна Тур, спасибо, что вы с нами. Прямо сейчас самая актуальная и последняя информация о заболеваемости коронавирусом в нашем регионе. Но сперва напомню, что в Край с 28 марта вводится временное ограничение на транспортное сообщение. Выбернатор Края поручил региональному Минтранцу проработать этот вопрос в отношении всех видов пассажирских перевозок. Предполагается закрытие перелетов из Краснодара в Сочи. В муниципалитетах и между ними сократят железнодорожные перевозки и автобусные рейсы. Напомню, следующая неделя в стране объявлена выходной. Большинство ведомств перешли на удаленную работу и прием обращений граждан ведется в онлайн формате. Об этом мы рассказывали в наших предыдущих выпусках. Тема дня, если вы пропустили, посмотрите эфиры на нашем канале в YouTube. А к кубанцам обратился сам лично глава Края. Внимин Кондратьев подчеркнул, как важно сейчас оставаться дома. Хочу обратиться к жителям Края. С пониманием того, что те меры, которые сегодня обозначил я, это необходимые меры для того, чтобы мы все-таки остановили распространение коронавируса на территории нашего края. Это благополучие безопасности, в первую очередь, жизни вашей и окружающих вас людей, в том числе ваших близких. Еще раз подчеркну, я прошу отец с пониманием. Это вынужденная необходимая мера. И чем жестче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее мы пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом, которая возникла на территории Краснодарского края. Быстрее пройдем. Вот общее сплочение, общая самодисциплина. Какова на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе, спросим у нашего эксперта. В студии у нас Виктор Александрович Егоров. Он заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Виктор Александрович, на последний день сколько у нас заразившихся? Здравствуйте. На последний день у нас 9 заразившихся. То есть все помещены в больнице и находятся в удовлетворительном состоянии. Под контролем медиков? Да, под контролем медиков. К сожалению, именно во время чрезвычайных таких мер очень многие пользуются беззащитностью и доверчивостью граждан и распространяют своего рода непроверенную информацию. Например, с помощью социальных сетей, в мессенджерах ложная информация появляется все чаще. Еще раз обращаемся ко всем жителям края. Пожалуйста, берите информацию исключительно из проверенных источников на сайтах официальных ведомств и служб. Кроме того, на портале Кубань24 регулярно обновляется вся актуальная информация. Помните, что за распространение фейков вы также можете попасть под уголовную ответственность. А вот подробнее о разоблачении таких историй поговорим с Артемом Коноваленко. Это начальник отделения по связям со СМИ управления ВД России по городу Краснодару. Он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Артем. Добрый. Спасибо, что вышли с нами на связь. Буквально вчера по всем мессенджерам гуляла история о карательных отрядах полиции, которые будут ловить нарушителей карантина. Так ли это? Да, действительно распространялась информация о том, что якобы на территории города Краснодара проводятся рядовые мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних в образовательных организациях, в торговых центрах. Также о привлечении к ответственности за самостоятельное нахождение детей на улицах. Не необходимо отметить, что данные сообщения являлись недостоверными и носили фейковый характер. Управлением МВД России по городу Краснодару подобных мероприятий на территории краевого центра не осуществлялось. К сожалению, за последнее время уже не впервые появляются подобные фейковые сообщения, которые негативно влияют на формирование представления у граждан о реально складывающейся обстановке. Мотивы у данных авторов сообщения могут быть различные, начиная от хулиганских побуждений, заканчивая банальным стремлением к финансовой выгоде, популяризируя свои личные социальные странички в социальных сетях. Необходимо напомнить гражданам о том, что в соответствии с действующим законодательством за распространение в средствах массовой информации, в сети интернет, заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, предусмотрена административная ответственность в виде наложения на граждан шрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц от 60 до 200 тысяч и на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что подобные действия в общественных местах также грозят для авторов таких сообщений, в том числе и уголовной ответственности по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», которая предусматривает максимальное наказание вплоть до 7 лет решения свободы. Гражданам хотелось бы напомнить, что необходимо обращаться и внимание свое уделять исключительно официальным источникам информации, а не всем тем публикуемым сведениям в сети интернет. Вместе с тем, со стороны городской полиции, мы продолжим работу по выявлению подобных фейковых сообщений и принятию необходимых мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. Спасибо вам огромное, Артем, за то, что так быстро реагируете. Всегда у вас полная информация. Благодарим вас за эту работу. Продолжаем наш эфир. Виктор Александрович, мы остановились на том, сколько у нас сегодня заболевших. Это, я так понимаю, подтвержденных с диагнозом коронавируса 9 человек. Сколько из них в Краснодаре? Выявляются ли контактные больные с ними? Ну, в Краснодаре из этих 9,2 человека контактные, конечно, выявляются. То есть под наблюдением порядка более 2,5 тысяч человек. Это те люди, которые приехали из неблагополучных стран по коронавирусу, но чувствуют себя хорошо. И те контактные, которые общались с людьми, которые заболели. Что нам сегодня известно об этом коронавирусе? Как от него защититься? Ну, как защититься о коронавирусе, мне кажется, сейчас только ленивый не говорит. Давайте правдивую информацию скажем еще раз. Но, учитывая, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным бытовым путем, соответственно, самое главное, это сократить контакт, Да, сократить контакт, исключить нахождение среди больших скоплений людей. Вот в связи с этим главным государственным санитарным врачом по Краснодарскому краю было принято постановление о приостановлении доступа людей в различные организации, но я могу даже зачитать, осуществляющих деятельность бассейнов, фитнес-центров, других объектов физической культуры и спорта, бань, саун, хамамов, аквапарков, дефинариев, кинотеатров, театров, концертных залов, боулинг, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных досугозаведений, фудкортов, организаторам экскурсионных маршрутов, независимости от ведомственной принадлежности и организационной формы собственности. И в то же время этим же постановлением запрещается предоставление услуг по курению кальянов в барах, ресторанах и кафе. Ну это касается, скажем так, молодой категории населения, хотя все врачи и официально, и вот между собой тоже говорят о том, что основной удар получает аудитория старше 55 лет. Почему сегодня вот именно этим людям важно оставаться дома? Виктор Александрович, скажите еще раз. Ну, дело в том, что это категория людей старше 60, старше 65 лет, которые с возрастом, конечно, имеют много хронических заболеваний, поэтому их организм более восприимчив к этому вирусу, и самое главное, что большей вероятностью могут получить осложнение. То есть пневмония. Да, ведь и пневмонии, с которыми справиться практически очень сложно будет. В связи с этим самое главное для пожилых людей – это оставаться, конечно, дома. То есть не ездить по рынкам, в автобусах, то есть не посещать какие-то, где массовые скопления людей, да, общественные места. Лучше, конечно, оставаться дома. У всех, слава богу, ну, я думаю, что у всех же есть дети, которые наконец-то могут позаботиться о своих родителях, ну, в части там принести еду, да. Как лучше ее приносить? Вот как говорят обычно, поставить пакеты и уйти? Ну, да, да, все, ну, слава богу, у нас у всех есть сотовые телефоны, да, и мы на связи с друг с другом. То есть достаточно просто по сотовому телефону сказать, я у двери, оставить пакет, ну, продукты или что-то, товары первой необходимости. Соответственно, ну, главное, чтобы пожилые люди не контактировали по возможности. Как вы относитесь к тому, что сейчас очень многие уже запланировали поездки, так как выходная неделя нам предстоит, те, кто не будет работать, уже хотят поехать к своим родственникам, в том числе и пожилым, ну, там, в сельскую местность, там, к морю, навестить бабушку. Вот как вы относитесь к такой тактике? Ну, я считаю, что если, допустим, пожилым людям нужна изоляция, да, то не стоит везти... И от внуков тоже, да? Да, не стоит везти, ну, к ним, если, допустим, они живут отдельно, да, не имеют контакта с внешним миром, то есть молодые люди, ну, или среднего возраста, да, там, общаясь в Краснодаре, по сути дела, неся какой-то заряд, возможно, какой-то инфекционный заряд, то есть они поедут к своим старикам. Ну, хорошего в этом, я считаю, с точки зрения эпидемиологии не будет. А если, например, нету проявлений никаких неконторальных явлений, ни температуры нету, все равно нужно исключить такие контакты? Ну, я считаю, что если, допустим, желаете своим родным, пожилым... Здоровья? Здоровья, да. Лучше ограничить. Ну, опять же, помогать нужно, но вот в таком варианте, чтобы меньше исключить контакт. Понятно. Кроме того, в нашем регионе с 1 до 1 июня включительно вводится запрет на бронирование мест размещения граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая и детские лагеря. Как быть тем отдыхающим, которые уже находятся на курорте? Об этом мы спросим по телефону у Константина Ивановича Ковалева, это заместитель генерального директора комплекса «Молния Ямал». Константин Иванович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как ваше заведение, учреждение даже очень большое, мы его давно знаем, как в сложившихся сложных условиях вы сейчас работаете? Ну, в настоящее время, связи с принятием решения при остановке деятельности предприятия, мы не принимаем гостей ни на отдых, ни на лечение, а также не принимаем заявки, новые заявки, пока не будут сняты ограничения. Все гостя, которые у нас были на отдыхе и лечении, ну, они постепенно разъезжаются. Вот, например, 21 и 22 марта наш собственник из Югорска направил два самолета для вывоза своих сотрудников, а это 160 человек, которые находились на отдыхе в нашем комплексе. У нас постепенно, это уже в конце этой недели мы выйдем на ноль, и, соответственно, новую бронь мы не принимаем. Спасибо вам большое, Константин Иванович. Добавлю, что сегодня губернатор в режиме видеоселектора провел заседание оперативного штаба с участием глав муниципальных образований Кубани. И вот одно из решений. Специальные мониторинговые группы будут контролировать, чтобы гостиницы и отели на кубанских курортов соблюдали запрет на новое заселение. Мониторинговые группы будут организованы уже завтра. В них будут входить представители Минкурортов, Роспотребнадзора, администрации районов, полиции и казачества. Венимин Кондратьев поручил главам городов и районов держать ситуацию на личном контроле. Кроме того, всю оперативную информацию по ситуации на курортах региона можно получить также по телефону горячей линии 8 800 260 90. Виктор Александрович, знаете, о чем еще хотела спросить? Если мы сегодня говорим о коронавирусе, то какие, может быть, самые популярные мифы, с которыми сталкиваются сотрудники Роспотребнадзора? Например, я сейчас быстро добегу до магазина, ни с кем не буду обниматься и приду домой. Почему нужно людям еще раз это объяснять, на ваш взгляд? Почему не все хотят воспринимать эту историю? Это какое-то личное отношение, недоверие к средствам массовой информации или просто нежелание менять как-то свою жизнь? Ну, скорее всего, это вопросы привычек. То есть люди привыкли к хорошей жизни, и они не представляют, что может быть плохо, допустим, так, как в Италии. Вот, и поэтому они в это не верят, что может что-то такое произойти. И, мне кажется, вот это привычки. То есть сложность поменять свои привычки свободно гулять, где ты хочешь. На ваш взгляд, что может изменить человека, поменять такое отношение? Я так думаю, что уже во всем мире известно, какие осложнения несет коронавирус. И что самое плохое или что самое тяжелое, что он распространяется очень быстро. И вот, и то есть вначале распространяется как бы с алипетической прогрессией, а потом мы видим в мире, то есть идет геометрическая прогрессия. Да, вот страны Европы это показывают. Поэтому очень важно на ранних этапах поставить заслон вот этому быстрому распространению в части изоляции и в части разобщения людей с тем, чтобы вирус не передавался от одного к другому. На ваш взгляд, вот такие вот жесткие меры, которые сегодня Москва вела, напомню, столица запретила вообще выходить из дома людям старше 60 лет. Российские города, как и другие еще регионы, вот например, в том числе Краснодар, могут оказаться в такой ситуации, что придется ввести такие меры? Или пока сложно говорить про это? Ну, сложно говорить, да. Ситуация просто меняется каждый буквально час. Да, то есть мы сейчас и администрация Краснодарского края, и управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимает все меры для того, чтобы этого не случилось. Но нужно быть готовым ко всему. И поэтому вот эти меры, которые принимаются, они вот именно направлены на то, чтобы не было развития в геометрической прогрессии заболевания. Спасибо вам большое, Виктор Александрович, что смогли к нам сегодня прийти и нашли время. Я знаю, что сотрудники вашей службы вообще практически в круглосуточном режиме дежурят и охраняют нас. Спасибо большое. Спасибо. Ну и в завершении выпуска хочу поделиться хорошей новостью от Кубань-24. Наш канал открывает телешколы Кубани. Это значит, что у нас будут показывать видеоуроки для школьников. В нашем эфире мы покажем трансляцию лучших уроков лучших кубанских учителей-предметников для школьников разных классов. Это станет помощью для тех ребят, у кого нет дома компьютера, либо скорость интернета оставляет желать лучшего. Напомню, Кубань-24 сейчас максимально доступен для любого зрителя. Мы вещаем как в аналоге, так и в цифре. Кроме того, и в кабельных сетях, и в спутнике. Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение. Это очень важно. Ну и эфир темы дня на сегодня подходит к концу. Берегите себя и своих близких. Смотрите информацию только в проверенных источниках. Здоровья вам и хороших выходных. Оставайтесь дома.